всем привет с вами любомир и на моем канале очередная распаковка товаров из китая для самоделок у меня накопилось уже достаточно большое количество посылочек вот здесь вот здесь еще целая куча и сейчас я приступлю к их распаковке в общем будет интересно поэтому устраивайтесь поудобнее и погнали вот такие товарчики я сегодня подготовил для распаковочки как обычно по традиции начнут самые маленькие посылочки и больше больше и больше ну что ж давайте приступим эти посылки пока отложу в сторону возьмем вот эту первую посылочку немножечко приближу камеру вот так вот примерно значит стоимостью 1 доллар указали китайцы и масса всего лишь 0,2 килограмма точнее две сотых килограмма но на принципе такая тяжеленькая я уже представляю что здесь находится ну что ж распаковываем вот такие вот штучки здесь находятся что же такое это друзья самые обыкновенные шайбочки вот такие вот для чего они нужны ну нужны они для самых разнообразных задач для всего чего угодно принципе могут понадобиться эти шайбочки это шайбы сейчас я попробую сфокусировать камеру что-то она совсем совершенно камера что-то не хочет фокусироваться такое чувство что выключена автофокусировка но мне кажется сейчас попробую это достроить дело блин мануал режим фокус не автофокус стоит ладно продолжим значит вот такие вот шайбочки о все фокусировка настроилась вот так вот они выглядят значит резьба на которую можно использовать для которой можно использовать эти шайбы вот эти где-то м4 а вот здесь уже наверное м5 то есть вот такую целую кучку я их взял для того чтобы просто они не были в дефиците потому что постоянно они где-то всегда нужны то есть куда-нибудь что-нибудь начинаешь делать и везде всегда вот нужны вот такие вот вот эти вот шайбы а их как всегда нету поэтому я сразу заказала такие два пакетика такие две кучки и теперь я надеюсь что они меня всегда будут и чуть что если вдруг они мне понадобятся раз у меня есть и на м4 и на м5 на любую принципе резьбу или даже наверное м6 вот те вторые так ну что же следующий пакет следующем пакете у нас находится что тут нас находится x punch on board модуль какой-то ну что сейчас посмотрим давайте приступать к распаковке так что у нас тут такое тут короче целая куча всего целая куча всего всяких модулей вот еще еще это просто упаковочные пакетики так ну что тут у нас значит это у нас какая-то а понятно это цифра так чтоб как его как этот одинаково нет все разные короче здесь все разное блин сколько всего здесь это все у нас друзья цифровые генераторы это цифровой генератор такой уже принципе я на своем канале делал обзор я просто заказал еще один такой вот еще один такой про него рассказывать нету смысла потом вот такого образца цифровой генератор вот это я распакую вот так он выглядит вот такой вот сейчас попробую сфокусироваться ну вот такой вот цифровой генератор тут тоже есть дисплейчик уже какая-то микросхема такая серьезная не знаю насколько он будет более крутой тут видите тут всего три кнопки вот в этом а ну целых четыре кнопки то есть я не знаю как он будет вообще работать ну посмотрим для моих самоделок в принципе это дело понадобится значит здесь у нас точно такой же поэтому нет смысла распаковывать ну вот это я могу распаковать показать в принципе потому что если кто-то это видео смотрит если мой канал кто-то смотрит первый раз то вот в принципе вот такой вот цифровой генератор тоже достаточно хороший я у его уже давно использую достаточно удобный здесь есть два выхода то есть двухканальный сразу ну и соответственно удобно подключать через 5-вольтовые обычные micro sd разъем ну здесь такого блага нету здесь надо везде подпаиваться вот в этом генераторе но я думаю что это небольшая проблема так и и вот такой вот еще два с двумя дисплеями здесь мы его аккуратно так распакуем тоже так ну вот так он выглядит здесь он получается тоже у нас двухканальный но я так понял что здесь в этом генераторе здесь разница в том что можно одновременно два канала отдельно регулировать это тоже достаточно удобно вот такой вот генератор ну и соответственно вот здесь такой разъем для того чтобы его вообще ну куда-то припаивать или подсоединять или устанавливать такая вот штука так ну что с генераторами разобрались пока генераторы откладываем в сторону и их потом обязательно я еще буду тестировать остальные те которые еще не протестировал значит следующая упаковка на я вам скажу грамм где-то 400 на вес но в принципе она тут так и написано что она 0 4 килограмма и стоимость 10 долларов достаточно тяжелая я честно даже не знаю что здесь может быть и специально не буду читать чтобы было просто интересно погнали распаковывать а в этой упаковке оказались долгожданные транзисторы полевые мои хорошие очень мощные и rfp 460 обалденные транзисторы целую кучу я их заказал тут у меня целая пачка и тут целая пачка и везде это rfp 450 наверное да да 460 точнее и rfp 460 заказал их целую кучу почему потому что я уже мне достало то что перегорают транзисторы а постоянно транзисторы нужны и нужны и поэтому я вот такую вот прямо целую вору этих транзисторов заказал чтобы уже просто не было в них нужды у меня есть специальное устройство моё радиантное зарядное устройство там и прочие штуки к исполнил к идее я вот эти вот транзисторы использую так ну что-то камера перестала фокусироваться хорошая как всегда так хорошо фокусировалась вот так вот выглядит транзистор и rfp 460 еще у него там есть защитный стабилитрон внутри этого транзистора на пробой обратный в общем такая вот штука при том транзистор как вы поняли полевой поэтому в принципе выдерживает ну достаточно высокой частоты принципе параметры по этому транзистору можете посмотреть в интернете я его буду использовать для своих радиантных всяких генераторов и прочего и прочего потому что такой транзистор как ни кстати лучше подходит потому что там у меня всегда присутствует достаточно высокое напряжение а прошлые транзисторы которые у меня там стояли они у них вот этот диод ограничивающий он ограничивал напряжение примерно на 60 вольтах и поэтому больше 60 вольт радиантных импульсов я добиться не мог а здесь ограничивающий вот этот стабилитрон по моему 300 или на 400 вольт поэтому понимаете разницу да ладно и едем дальше следующая посылочка вот такая вот достаточно легенькая поехали распаковывать так сейчас тут уже ускорение делать не буду просто спокойненько распакуем уже спешить так куда блин у меня уже полная мусорка ну такая вот упаковочка что тут у нас такое шо це таке шо это такое я до сих пор подождите я еще до сих пор не понял шо це таке шо это такое вообще какая-то штука я шо то не помню шобе такое заказа подождите надо достать надо достать и посмотри а ну теперь я понял почему насколько она кстати там стоила где блин пачку выбросил сколько она стоила интересно посмотреть эта штука стоила прилично это у нас генератор тоже у нас тут генератор только как видите здесь у нас имеется вместо вот этих всех кнопок которые вот тут находятся вот этом генераторе здесь у нас просто-напросто имеется вот такой вот джойстик то есть на него можно нажимать и также можно его вот так вот вращать и получается что все значения которые мы можем выставить которые нам нужны мы можем выставить с помощью вот этого вот Джойстика, так, немножко поближе Сейчас попробую сделать Вот так, чтобы его рассмотреть Ну, в принципе, мне понравился он тем Что здесь есть вот этот вот классный джойстик И то, что его Можно устанавливать в корпус Вот, как видите, здесь вот прям сделано Все для того, чтобы его прям устанавливать В корпус, эта штука Очень удобная, так, что с Моей камерой Ее, недавно сделали на нее Обзор на одном из каналов, и вот перехвалили Что у нее классный фокус И она почему-то стала капризничать, перестала Фокусироваться Вот такая вот штука, значит, здесь у нас есть Напряжение, питание и выход То есть, насколько я понимаю Вот здесь у нас плюс-минус Здесь у нас, ну, короче, выходы Находятся вот здесь, с этой стороны Генератора самого Вот такой интересный, прикольный генератор Можно, в принципе, его подключить Посмотреть, как он светится Раз уже на то дело пошло Напряжение, питание Насколько я знаю, 5 вольт Сейчас я попробую включить Подключаем блок питания Вот здесь у меня находится блок питания На наполнительном дисплее Вы сейчас его на наполнительном врезке экрана видите Включаем Включаем, расставляем напряжение 5 вольт Так, 5,41 Вот, 5 вольт И попробую не перепутать Значит, сюда у нас идет минус Ну, а сюда идет, соответственно, плюс Ну, и сразу же он загорелся У нас, как видите, скважность 50% И частота 100% Можем менять скважность Можем менять скважность сразу Нажимаем Сет Меняем частоту Ну, и, соответственно, если будем удерживать Насколько я знаю Вот, у нас Оут Меняем Здесь Так, подождите Это скважность Вот, меняем Что-то тут меняем В общем, частоту Или что-то в этом роде Или выбираем канал 7, 8 Не знаю, что-то в процентах Но это я еще пока не разобрался Это надо разбираться Ап 100% Еще какие-то настройки Я знаю, что есть несколько здесь режимов И несколько частот Которые может выдавать данный генератор То есть, вот, пока что Мы можем только Эта скважность И вот частоту Ну, частоту Мы регулируем тут Вроде до 1 кГц Вот так вот можно крутить А также можно еще как-то поставить Чтобы он до 10, наверное, кГц делал А может даже и больше Короче, вот такая вот штука Так, ну что ж С этим делом разобрались И осталась у нас Последняя посылочка Эта штука, конечно же Очень крутая Пока что эту камеру уберем Ну и вот такая вот Последняя коробочка Да, самая большая По размеру она осталась Распаковываем Субтитры сделал DimaTorzok Короче, еле-еле я это все дело распаковал Тут целая куча всяких Вот это вот Классных штук Чтобы Ааа, нервы прям успокоить После того Такой долгой распаковки Так вот Распаковываешь Распаковываешь Долго уже устал Реально это так Ах, немножко Но они Они практически Не лопаются Тут нифига не успокоишь нервы А только напряжешься Ладно Отложим это в сторону Достаем Что это такая за штука Ну я знаю уже Подозреваю, что это такое Так, здесь у нас находится Как бы я не знаю Кому это Насколько это будет интересно Потому что Эта вещь достаточно специфическая Тут у нас находится Вот что Смотрим Рабочий стол Тут у нас находится Кулера От компании Asus Кулера для видеокарты GTX 780 Ну возможно Они подойдут И на другую видеокарту Я этого Не знаю Но я заказывал Для своей Видеокарты GTX 780 Потому что Кулер уже начал Немножечко Шуметь А здесь Вот Кулер практически Бесшумный Но Какие-то вибрации Небольшие присутствуют В общем Вот так Выглядит Данные Кулера Достаточно Такие Качественные По сути Вот на вид Да Очень даже Неплохо Выглядит И Мало чем Отличается От оригинальных Кулеров Asus Но это Конечно же Не Asus Тут какая-то Фирма Everflow Какая-то Наверное Я так понял Ну написано Все как надо Наклеечки Asus Все четко Как В самой Видеокарте Вот так вот Выглядит Данные Кулера Очень даже Выглядит Симпатично Очень неплохо И реально Такой вот Крепкий Крепкий Пластик Напоминает Даже Чем-то Алюминий Я бы даже Сказал Поэтому Штуки Даже Достаточно Крутые Не знаю Мне сейчас Честно говоря Я уже И не слышу Тех кулеров Уже забыл Когда там У меня возникла Эта проблема Что Немножко Подшумнил Кулер Сейчас Он что-то Нормально Стал работать Но в принципе Для запаса Кулера В принципе Понадобится Пускай Будут Ну что ж Друзья На этом все Товарчики Которые Сегодня Я распаковал Они В описании Обязательно Все ссылочки Будут Поэтому Заходите Если что-то Вам нужно Заходите Заказывайте Особо Рекомендую Заказать Для электронщиков Целую кучу Вот этих Транзисторов Выходит Достаточно Недорого А также Вот эту Еще штуку Рекомендую Вот этот Классный Генератор Если кто-то Будет играться С такими же Делами Как и я С всякими Радиантными Импульсами Ну что ж С вами был Любомир Всем всего доброго Увидимся В следующих Выпусках Всем пока Субтитры